Музыка Одной со значных, але мало выученных тем староверства З'является проблема навучания грамоти И на той есть свои причины У староверов адасобленный лад життя Гэта своясабливая держава у державе Тому гисторичные навучцы мало что вядома об реальных падеях и процессах Яке отбываются у гэтой державе Тем больше значной бачится любая спроба доследования гэтага феномену нашей гисторые Сяродни шматликих помняка усвечения у бурной гистории старообразництва Навеццы особливая месца займают староверские мугилки Гэта один з самых каштоуных беларуских некрополев Навод короткая прогулка, дозволяя в некоторой ступени ознайомиться с историей ветковского старообразництва Вельми давние мугилки, гисторичные На этих мугилках похованы люди, які жили в один час с Александром Сергеевичем Пушкиным И так само с Емельяном Пугачовым Там есть интересные похованы листопадовых Вельми давние старые стелы, гранитные саркофаги Вельми отметные мугилки, напевно таких у Беларуси больше ни где нет На староверских мугилках существуют рельефные саркофаги Массивные полированные саркофаги из черного гранита без упрыгожваний Есть и классические надмогиллы Саркофагов до революционного часу на ветковских мугилках засталося вельми мало В советский час капиталистов-эксплуататоров часто экспроприировали надмогиллы И в годы первых пяти годах ветковские мугилки справно поставляли гранит на будовли социализму Тому старые надмогиллы з'являются тольки украпинами сарод новых могил Давайте уявим собі ветку старообразницкую тих часу Основателями этого центра были москвичи Но, кроме того, сюда устремился целый поток людей Нижний Новгород на Волге, Новгород, Великий Новгород Орел, Курск, Калуга, Юрий Упольской Даже нельзя сказать, нельзя перечислить, сколько Говорят, что это более чем из 20 губерний тогдашней России Сюда на ветку приходили И достигало количество людей, здесь 40 тысяч А некоторые считают, что через ветку для того, чтобы получить паспорта Известная история про Емельяна Пугачева Проходила в статистике современная, применяя методы Исчисляют количество людей, которые проходило через ветку до 100 тысяч в год Это совершенно неимоверная цифра для XVIII века Но это так И в монастыре Покровском, который и славу-то делал ветковскому центру Потому что здесь был единственный в первой половине XVIII века до 1764 года Был единственный в мире тогдашний Покровский монастырь, где можно было служить по-старому И где-то в 1756 году в этом монастыре насчитывалось до 1200 только иноков, только монахов Не считая послушников Представляете, какой это был мощный центр? И представьте, что каждый сюда приходил по своей воле И на ветке была форма управления, самоуправления, древние вечевые традиции Обучаться грамоте нужно было, конечно, с раннего возраста И удивительные бывают записи в рукописных книгах, в стропечатных книгах Которые оставляли старобрядцы Например, такая запись в рукописном Мактае XIX века Который принадлежал ветковскому Покровскому монастырю Где сказано Учитесь, дети, во младые леты, когда приедет старость, будет об науке жалость Чому после раскола у староверстве сдарывся у сплёска дукации? Тому, что кожному вернику необходимо было разуметь Делячагоян идя на дыбу Утякая со своего обжитого места Делячагоян перечить официйные церкви и ураду Важно было иметь некие певные веды Это была надзённая потреба Старобрядцы не могли до начала XX века строить свои школы, свои училища И поэтому малое количество детей из старобрядской среды обучалось совместно с нестаробрядской средой То есть с православными И часто православные перед старобрядцами кичились своей как бы грамотностью, образованием Что они могут в училищах учиться, а старобрядцы этого не могут делать На что один старобрядец в рукописном октае сделал такую запись То есть можно не ходить в училище и приобрести гораздо больше навыков, умений И получить образование в той среде, в которой, собственно, старобрядцы и получали В домашней среде, в церковной, в монастырской Или же из рук получали эту грамоту мастеров, мастериц И поэтому всё зависело, конечно же, от твоего только огромного желания Тому почала распаусюдживаться примитивная адукация осяродзе староверов Гэта была перш за все хатняя адукация Коли батьки спрабывали сами у обовязковым парадку навучить дятей грамоте Дать им першые основы веровучения и элементарные веды Однако адукация была не систематичная и будавалась выкладчикам безуселякой методичной рекомендации Что выкладчик ведал, что лечил потребным, тому и вычил Не было никакой сувязи помеж этими школами – православной и староверской Нестаробрядческая среда поставила условие, что божественное слово будут учить учителя из нестаробрядской среды То есть вот из православной среды Собственно, старобрядцы – это те же православные, просто себя они называют древле православные А остальных именуют просто православные Так вот, старобрядцы на это не могли пойти, что божественное слово будет преподавать человек не из их среды И поэтому они даже готовы были отдать бревна, уже приготовленные для возведения часовни Они готовы их были пожертвовать на постройку школы Но поскольку вопрос так ставился, они отказались и сказали, что нам тогда и школа не надо Есть сведения о том, что в Ветковском приходе были училища, были школы И старобрядцы тоже могли обучаться в них Но достаточно малое количество старобрядцев посещало государственные школы Например, в конце 19 века из общего, достаточно большого количества числилось 13 мальчиков-старобрядцев Четыре девочки и восемь девочек из еврейской среды То есть это процент был очень маленький 1905 год и религийная свобода многое изменили Сгодно с циркуляром Министерства народной осветы от 22 лютого 1906 года Закон Божий стал у Дзержавной школы необовязковым предметом А миновитое его выкладание неотповедно духу староверства Отштурховывало староверов адурадовых школ Мы эту ситуацию наблюдали в деревнях Когда вот в наше время мы оказывались там И в разговоре со стариками слышали такие выражения Ну, я неграмотная, а вот брат мой грамотный И мы тогда задавали вопрос А вы неграмотная, почему? Вы в школе вообще не учились? Бабулька отвечала Нет, в школе я училась, 7 классов закончила Так я же по-церковно-славянски не умею То есть, вот это прежде всего Владение этой грамоты должно было быть Вот, как бачили у идеали староверскую школу И она повинна быть незалежной от циркуляров Министерства осветы Сяродье ЕМЭТОУ Знятие суперечностя упомеж верой и навукой Актуальная на той час задача Кали найновшие досягненье Рабилися опорой для атеистичного святопогляду Мы удивлялись, когда были в деревнях У стариков удивлялись всегда тому Потому что они нам рассказывали о жизни какого-нибудь святого Почерпнутые эти знания были как раз из книг 16 и 17 века Это всегда просто было удивительно и потрясающе В одной деревне мы удивились Увидев у старобряца множество журналов Наука и жизнь, знания и сила Подписки за несколько лет И на наше удивление он ответил А как же мы со стариками собираемся и обсуждаем И как мир был устроен, и как он произошел И как это объясняют И как это с древними книгами соотносится У вынику склалася ситуация Кали посвечения историков у адукации Яки у моральности и добробытия Раскольники пераузы ходят часто инших тагош класса Сяродь их люди, які они могут читать Больш редкие, чем у массы народа Важно, что разговор не шла простым завучиванием текстов и формул Само по себе читание шановалось не вельми высоко Треба было не просто читать святые тексты Але и, что не меньше важно, разуметь их Такая она, староверская навука 17-е стагодзе Гэта был час, калі самым магутным шляхетным родом на землях Мазыршины Был род Аскерков Самая магутная семья, павету, павинна была пакинуть абсабе память Причым память на стагодзе Такой памятью могло быть нейкое грандиозное будавництва Наприклад, буйнейший для города храм Мазыр до 20-го стагодзе лечился невеликим городом А храм, задуманный детьми Антония Аскерки Был больш за усіх існуючых у Акрузе Зим мог паспаборнічать столькі храм Юравицкага Кляштара Колькі гадо удоужилася будавництва, цяпер ніхто ўже не ведая Але фактична гэты храм можна назвать символам адроджанага зруін і попілу Мазыра Мазырский свят и Михайловский собор – адзін з лепших будынкаў, які доводілася бачысь на Беларусі З конца 16-го стагодзе обвастрылася боротьба двох основных на прамках християнства – православия і каталіцизму Суісновання християнскіх конфесій на територію Беларусі не завсёды працікала мирна Былі конфлікты, была саправдна боротьба за душі Раз пораз гэтыя боротьба была крывавай Поміщики Аскеркі і теды іще православныя обороняли адноверців ад каталіцкага духавенства З їх допомога і гораджані вялі боротьбу супрадь базыльянскіх манахов, які спробувалі сісти ў горадзі Гэта был 1745 год Примаршалку Рафаилу Аскерку на фундаменті старога храма почав узводіцца новы – каменны Будавніцтва працягвалася доволі довга Потім былі частыя перабудову, які привялі до змен першопачатковы праект До 70-х годів 18-го стагодзе сабор был ў основным завершаны і освічаны Што да знакамі тагороду Аскеркаў, спачатку яны былі православными і вялі адкрытую боротьбу супрадь каталіцкага духавенства Недзі ў першій полові 18-го стагодзе Аскеркі перайшлів каталіцызм Хаця сім'я гэта завсё да дрознілася талірантнастю Жонкой аднаго з працтавніков фаміліі Антонія была Ганна з Грабоўскіх Род якой лець не адзіны шляхецкі род врачі паспалітай, які захаваў вернаць кальвінізму Згодна з шлюбной дамовай Антоній был павінін хрстіць аднаго з іх сынов у матчанай веры Другая палова 18-го стагодзе гэта епоха ваявнічага язуіцкага фанатызму Не глядячы ні на што Антоній выконувае шлюбную дамову Яго сын Михаіл был охрышаны па кальвіністскаму абраду А гэта выклікала абурэння язуітаў На сойме примаецца закон, па якім пераход ў іншую конфэсію караецца смерцю Скандал, які паднялі на ўсю краіну язуіты, удалося патушыць Але Антоній Аскерка не вытрымав нервовага узрушэння Яшча да канца соймав гарашэння, і он памёр Пятёра яго сынов хучуць адпумстіць язуітам І ў праці вагу гэтамо заснаваць ў Мазыры бойны кляштар Бернардзінцаў І гэта ім удалося Кляштар, пабудаваны Аскерками, оказываў вялізна культурна ўздзеяння на населіністам Мазырщаны Тут була створна перша бібліотэка, самая вялікая школа Дзявушні не толькі спастігалі прамудроць наук, але имелі свой театр Была тут і бальніца притулак Пабудававшы гэты храм, сім'я Аскерок не толькі увікавечила память аб сабе Але я трымала высшайшую узнагаруду і пашану Пад храмам знаходзіцца пахавальны Аскерок Ад сімейнага магільнага склепа Аскеркаў Засталіся часткова пашкоджаные мармуровыя пліты Справа ў тым, што ў пачатку 20-го стагодзе Фамільным захаванням падрабязна цікавіліся бальшавікі Відаць, яны спадзяваліся знайсті ў склепі нейкіе скарбы Але ж вядома, што заможных Аскеркаў хавалі па традиціі ў адзенні манахаў пілігрымаў Практична ў жабратскім рыззі Жанчынам ўсталёувалі вельмі прыгожыя пліты А мушчынам больш строгі, простыя, гранітныя На іх фамільны герб і мінімум звестак абнараджэнні і смерці Сёння мы не ведаем, колькі тут було пахавана члена ў сям'ї Але тым не менш гэты храм з'являецца симвалам Жывым напамінам аб некалі праславленым родзе, што верна служыў батька ўшчыня Сабор ў Мазыры гэта толькі частка спадшы народа Аскеркаў Па ўсёй Беларусі а гэта Ёльск, Наровля, Юрэвічы, Ашмяны, Нарач, Слуцк Высяцца храмы, які будавалі Аскеркі і былі фундаторамі будавніцтва разам з коралями У адну і ту ж жыраку нельга ўвайсті двойча Навад востр очуваеші бяг часу, пераможцам ў гэтым прывадным паядынку не апынаўсі яшэй ніхтой ніколі Але як змірыцца людзям талі навітым і ганарлівым? Вось славуты сябар Анатоль Ярмолян Сваімі концертамі гумілі ён спрабуе стварыць уражене, што знов ў той жараце, што знов ў сваёй стыхіў Мушу прызнацца, што адважная спроба стварыць іллюзіў раўнаваге с часам праходзіць на ура Публіка, якая лишыла і лишыцься броў, знакам свої краіны, не жадая пакідаць іх ў минула Ці докладні і так, і публіка, і Анатоль Ярмолянка гатвы і пасмагацца с часам за сваё минуле Треба дома бывать частей, треба дома бывать не гостем Как душою ты стал частей, и не стратил святою, што стын Знов ўвертаюся в город мой родный, где я народился, де жил і мужнеў І декаля вольной раки полноводнай, колісті я першую песню пропе Люблю ця бе мой город За яго плячыма тысячи километраў, але вертаецца ён зновку сюды Гродный Гомель, дзе ў далёких шастядесятых пачыналася яго певчая кар'яра Менавіта тады при Гомельскай філармоніў была створана естрадная концертная бригада «Беларускі сувінір» Нікаторый час тут працавалі два Александры – Грацкі і Буйнов І восьмі навіта ў гэту концертную бригаду прийшоў тады з усім яшчы молоды, але ўжо з вопытам естрадных выступлэнняў Выпускнік Гомельскага магичнага в учыліща і мя Соколовскага Анатоль Ярмолэнка Зараз ён спрабуе вернуць сябе ў минулае Анатолі Иванович, прошу прощения, у нас для вас сюрприз Вы не видели этого сюрприза никогда? Вот, личное ваше дело учащегося в учыліще Воооо, да, эту точно не видел, особенно тада я хотел увидеть, спасибо. Щас проверим Слушай, класно вот ща Я уже забыл, а я могу забрать это дело себе? Или оно должно быть підшипано? Слушай, смотри,ה А мы можем серокопию стихуати А зачем она вам распacements? Сибирь, Шестьдец Петля Да С thrill Спасибо,вот это подарок Пожала Бurer Мне очень хотелось бы услышать вашу любимую песню Мою каплю Да Спойте, пожалуйста Сейчас спеть прям? Какую? А ваша какая? Моя? Спать, Олесик. О, так и нравится. Живет в белорусском полесе. Кудесница леса. На смену белорусскому сувениру прийшла бригада с программой песни над Сожем. Большость музыкантов сябровали еще с часов музычного училища. Тому новая программа отримала назву Сябры. Верегодно уже тоди узникла идея об реорганізації концертной бригады у вокально-инструментальный ансамбль. И назва программы Сябры стала визначальной. В том здании на третьем маленьком окночке. Вот это там вот был еще рядом окно. Пару окон было в 67-м году. Открылась Гомельская, вас знаете, гармония. Солистом, который я имел честь быть 21 год. Снова повертаюся в город мой родный. Да, здесь проживали лучшие годы. И я народился, держил и мужнел. С 69-го года в Гомельской филармонии. По 91-й год я отработал честно. Получил первое звание. Заслуженный артист. Говорят премии комсомола Гомельщины. Я считаю, что это все отсюда пошло. В принципе, потому что здесь я формировался и как человек, как личность, как творческий человек. Здесь когда-то первую песню спел и получил популярность. И отсюда пошла всесоюзная популярность, и мировая, и так далее. Поэтому здесь земля такая, которая подпитывает все время. Я уезжаю отсюда с окрыленной и с большим желанием еще лучше работать. У его шмат песен про той краючек земли, где человек народился и рос, куда его будет тягнуть всю жизнь. Это песни «Родная везка», «Укреницы», «Заваленка». Уже по одних этих назвах можно вызначить тему его творчести. Теплые успамины, обродные земли и природзе заховываются у человеку заусюды. И когда сдарился Чарнобыль, сябры были первыми, кто открыл гастроли у небезпечной для проживания зоне. Чарнобыль Дорогие мои земляки, вы знаете, с каким особым чувством я ехал сегодня к вам? Потому что ровно 40 лет назад, когда молодой артист Гомельской филармонии Анатолий Ярмоленко начал свои гастроли по области. И одним из первых концертов был концерт в вашем замечательном, настоящем белорусском городе Брагине. Усвоение частые вертанья у Гомель, с чильных астрольных график не дозволяя бывать частей. Анатолий Ярмоленко заусюды сустракая «Клуб Прометей». Сустракая песнями из репертуара сябров и навод пародиями. Ниакие головные сябры Беларуси зусим не крылдится. Мне приятно с ними встречаться, потому что, во-первых, они такие энтузиасты. Я когда их вижу, люди в возрасте уже достаточно, у них столько жизненной энергетики, у них столько желания утвердиться, у них желание сделать и людям добро, и самим себя порадовать. И это находит такую обратную связь, что очень важно для творческого человека, вообще для человека. Чужая, милая, родная, крепко обнимая, нежно говорю. Не моя чужая, милая, родная, ты моя хорошая, но жену ж не брошу я, ты моя хорошая. Нет, я не обижаюсь ни на кого, ни на что, потому что, во-первых, пародия, если делает это, уже говорит о том, что это кому-то интересно, она на простого, на любого там пародия не делает. А как делают, у них милые такие пародии, они там и делают на Олесю, они делают шпагат, там они там и жавороночку делают, и мы вместе поем с ними там разные песни, они делают на это. И у них это получается очень так, ну, во-первых, это всегда вызывает такой интерес, как такие люди, значит, могут еще там прыгать, петь, танцевать и делать что-то. Нет, никогда никаких обид ни у кого не может быть. Его часто попракают за семейность у коллективе, але он ведая и иншая, тяжей за всеми навитая гоха от ним, им первая пуга, а не перник. И он музыкант с великим стажем, и никогда не вывел бы бездар на сцену, навод Калібгета был его самый любимый человек. Члены семьи мои работают, ну, а где им работать, если они смотрят, как работает отец. Когда Олеся выходила в свет, она просто Олеся, никто даже не знал, что это моя дочь, я никогда не говорил, вот любите эту девочку, потому что это моя дочь. Никогда. Она была просто Олеся, и она спела «Жавроночка», она спела еще каких-то много песен, там, ее есть популярные песни, там, «Птицы мои птицы», телеканалы, вот сейчас, уже в современном стиле. Потом все стали понимать, что это моя дочь, и принимают и здесь, и за рубежом. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ То же самое ее сын Анатоль, диджей Анатоль, его заметили представители «Новой волны». Многие думают, что там дедушка помог, дедушка. Никогда в жизни я не буду толкать своего ребенка, потому что он должен пройти все сам. Если человек пройдет все сам, он тогда может ответить за каждые свои поступки. Точно так же и он, он там выступил, приз зрительских симпатий, там, то, то, то. И у него сейчас поет, он совсем другой, это поколение «Некст», это 21 век. Может, я был хорошим дедом, потому что отцом я был, как отец, я был плохой. Я все время руководил, у меня не было поездки, то, 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 то. Я всех строил там, и там, и там. Но и дедом я тоже, в общем-то, может, наверное, не очень хороший, хотя со мной внук все время, он как бы, он со мной дружит, он меня Толя зовет, и мы с ним так разговариваем все время, как это. Но, наверное, может, про дедом, если буду, и хорошим. Мы, дети твои, дорогая земля! Субтитры создавал DimaTorzok